Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях доктор социологических наук, профессор, академик Нан Ра Геворг Арамович Павосян. Я когда смотрю результаты опросов, как у нас, так скажем, в Азербайджане, там тоже международные организации проводят, у нас они проводят не только местные опросы, так скажем. Но я вижу, что взаимное восприятие, оно остается на уровне и вражеских стран. Армянское население не представляет Карабах в составе Азербайджана, потому что для них это означает либо этнические чистки, либо геноцид, либо просто исход населения из Карабаха, как произошло и в Нахчеване. Ну и сейчас, если говорить о населении, отношение к России всегда было очень положительным. Это самый близкий партнер, это дружескальная страна, это наш защитник, гарант безопасности. Если будем продолжать говорить о том, что мы все-таки направлены на объединение с Европой и вхождение в НАТО, то должны, в общем-то, очень отчетливо для себя понять, что в том регионе, в котором находится Армения, это регион Южного Кавказа, там представителем, так сказать, Европы и НАТО является Турция. Добрый день, Георг Карамович. Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Очень рад. Георг Карамович, очень интересно поговорить о современном состоянии армянского общества. После войны очень много говорили об апатии, которая наблюдалась в армянском обществе. В каком состоянии сейчас находится в связи с тем, что сейчас активные процессы происходят в связи с вопросом Карабаха, но при этом мы опять не видим активности ни общества, ни оппозиции. Ну, я так скажу, апатия была, конечно, действительно, особенно после войны, после такой войны, проигранной, неожиданной, в общем-то. Она проходит, мы замечаем, мы делаем опросы, мониторинг проводим, апатия проходит, но интереса к политическим акциям, событиям особого нет. Я думаю, что это вот какая-то определенная усталость общества есть. Когда проходят какие-то периоды активного действия, потом апатии, потом нужен такой период восстановления, так скажем. То есть сейчас мы находимся в плане общественных отношений и общественных настроений, мы находимся в таком неопределенном периоде, когда какая-то часть активная, какие-то вопросы есть, которые вызывают, конечно, озабоченность всех, в общем-то. Но чтобы сказать, что общество так мускульно, активно реагирует, готово как-то проявить свое отношение, этого нет. Этого нет, я это объясняю тем, что есть какая-то усталость. Потом, смотрите, усталость и от проблемы, и усталость от каких-то активных действий, с одной стороны. С другой стороны, есть неопределенность, потому что любая активность, любая борьба, она должна и имеет определенные цели. То есть когда тебе понятно, что вот ты, скажем, из точки А, тебе надо переместиться в точку Б, но когда ты эту точку Б, так сказать, явно не видишь, когда она в какой-то неопределенности находится, естественно, больших активных усилий, больших, так сказать, прикладывания какого-то общественного ресурса не происходит. Я бы так сказал, что цели не определены, лидеров оппозиции нет, к сожалению. И поэтому общество в некоторой растерянности, в некотором таком состоянии ожидания. — Георгий Карамович, сейчас вот уже долгое время обсуждается вопрос подписания мирного договора с Азербайджаном, говорится об эпохе мира, которая должна наступить. Насколько общество готово к эпохе мира с Турцией и Азербайджаном? — Вы знаете, если коротко сказать, то не готово. Но если более, так сказать, аргументированно, мы же проводим исследования, причем опросы проводят и в Азербайджане, и в Турции, и в Армении. И я когда смотрю результаты опросов, как у нас, так, скажем, в Азербайджане, там тоже международные организации проводят, у нас они проводят не только местные опросы, так скажем. Но я вижу, что взаимное восприятие, оно остается на уровне и вражеских стран. То есть Турция нас воспринимает как вражескую страну, я имею в виду население, общественное мнение. В Азербайджане, в Армении враг номер один. В Армении, когда мы спрашиваем, ну а какие эти страны для нас дружеские, какие вражеские, дружеских стран у нас много, там, конечно, и Россия, и Франция, и Иран, и Америка, и Европа вся. А вражеских у нас, ну, на протяжении 30 лет, я вот скажу, последних, когда мы все эти опросы проводили, всегда Турция и Азербайджан воспринимаются как вражеские страны. То есть в этих условиях проводить такую мирную политику, политику на подписание мирного договора, очень сложно. Я думаю, что это сложно не только у нас, но и у них, и в Азербайджане, и в Турции. Сложно, потому что народы не готовы, но их и не готовили. Когда на границе идет постоянно стрельба, когда Арцах находится в балакате уже несколько месяцев, когда там людям даже нечего есть уже. То есть в этих условиях говорить о каких-то мирных переговорах, это, ну, по крайней мере, наивно. Когда у тебя на границе каждый день стрельба и каждый день потери, людские потери. Но в таких условиях, ради, можно мир с этим восстановить. Даже если будет подписан этот договор мирный на бумаге, я боюсь, что он на этой же бумаге и останется. То есть здесь речь идет о том, что желание мира – это безусловное желание для всех народов. В этом сомнений нет. Никто не хочет войны. Но надо же к этому подготовить людей. И подготовить не только словами, но и делами. То есть я думаю, что реально сначала какие-то дипломатические отношения установить. Открыть дипломатические представительства Армении и в Турции, и в Азербайджане, и наоборот, их здесь. То есть это может продлиться какое-то время, не месяц, это может быть 3-4 года, это может быть 5 лет. Пока дипломатические отношения, потом какие-то экономические. И лишь после всего этого, лет через 10, может быть, можно будет говорить о том, что ну давайте все-таки подпишем такой мирный договор. А может тогда и необходимость подписания договоров. У нас же нет мирного договора с Грузией или с Ираном. Ну и что это разве означает, что мы с ними должны воевать? Конечно нет. То есть это, вы меня извините, но это какая-то дипломатическая фикция, которая на бумаге и останется. Гораздо важнее реальное дело. Ну вот власти объявляют, что они признают Карабах в составе Азербайджана. Да. Общество готово это признать? Если судить по результатам опросов многолетних армянского общества, 97-98% наших опрошенных, а это были репрезентативные опросы по всей стране, во всех наших регионах, и в городах, и в селах, они видят Карабах только независимым или в составе Армении, извиняюсь. В составе Азербайджана мы никогда не представляли, армянское население не представляет Карабах в составе Азербайджана, потому что для них это означает либо этнические чистки, либо геноцид, либо просто исход населения из Карабаха, как произошло и в Нахчеване. То есть если спрашивает народ, он совершенно очевидно, ясно видит, что Карабах может быть только вне Азербайджана. То есть после войны настроения не изменились в этом плане? Нет, нет. Войну мы проиграли. Ну там причин много было, конечно, не будем это сейчас углубляться, углубляться, обсуждать, можно было бы и не проиграть их. Но отношение к Карабаху от этого не меняется, потому что там картина совершенно очевидная, что они не могут сосуществовать в рамках одной страны, Карабах и Азербайджан. Этого просто не может быть. Если это произойдет, то я повторюсь, они либо все уедут, либо там начнется. Это азербайджанцы и турки это и умеют вообще-то. А мелкие стычки, потом резня, потом еще что-то такое. То есть это, ну то, что народ-то понимает, что это невозможно. Для меня очень странно, что вот в этом вопросе фактически политическая элита и население страны, они находятся в совершенно противоположных точках зрения. Бальтийская элита утверждает, что да, Карабах может оставаться в составе Азербайджана, а народ на основе своего многолетнего исторического опыта понимает, что это просто невозможно. Поэтому их убедить, что да, конечно, это правильное решение, невозможно, нереально и несерьезно. После войны как-то активизировались также антироссийские информационные компании. Вы не раз уже отмечали, что это также имело воздействие на строение общества. Как это вот отражается, сказывается? Ну, вы понимаете, вообще-то это такой глобальный процесс, так я скажу, потому что антироссийские компании, антироссийская пропаганда, антироссийские настроения, они идут во всем мире. В западном мире, конечно. Это Европа, это Соединенные Штаты Америки, главный момент. То есть вот этот большой, так скажем, глобальный процесс, он переходит и перешел уже и в подсоветские страны. Это ведь не только в Армении. Я вижу такие же выступления, публикации в печати. Они есть и у нас, и в Казахстане, и в Грузии я уже не говорю, а в Украине там просто война идет. То есть это вот такой большой процесс, который захлёстывает, захлёстывает, перехлёстывает через границы. А у нас, я заметил, это последние 2-3 года, между прочим. До этого и всегда отношение к России, ну и сейчас, если говорить о населении, отношение к России всегда было очень положительным. Это самый близкий партнер, это дружескальная страна, это наш защитник, гарант безопасности и прочее, прочее. Но последние 2-3 года мы вот этот тренд в настроениях заметили и даже зафиксировали. Почему? Потому что когда телевидение общественное, когда политические партии в парламенте представлены, когда элитовластвующие, близкие к элите люди, там представители дипломаты и прочие депутаты, когда они говорят вещи, которые нас отстраняют от России, а это непростые заявления. Это заявления типа «вот Россия нам не помогла во время войны, оружие нам не продавала». Там много чего такого говорилось и необоснованного, но это же произносится. А население-то привыкло, в общем-то, верить власти. И, собственно, я смотрел основные источники политической информации для населения, остается телевидение. Причем вот один только канал, основной, это «Ганейк», это общественное телевидение, которое, в общем-то, называется общественным, но на самом деле это государственное телевидение, так скажем. Оно, в общем-то, интересы государства продвигает, а реально это властвующие элиты. И поэтому, если 7-6% нашего населения ориентируется на ту информацию, которая идет из Первого канала, понятно, что формировать общественное мнение с помощью телевидения можно, и можно легко. Я заметил, что идет вот такая переформатизация общественного мнения от положительного отношения к России к отрицательному и к улучшению, так сказать, отношения к Европе и даже Турции. Но это же делается не случайно. То есть такого рода переформатирование, оно возможно, если к этому прикладывают особые усилия. Там специальный интерес, определенный ресурс, вбрасывается в общественное сознание вот такие заявления, типа «Армения должна выйти из ОДКБ, потому что ОДКБ нам не помогает». Это же все оставляет определенный отпечаток. И как ни странно и печально, я обратил внимание, что если раньше у нас 80-85% населения абсолютно положительно относилось к России, сейчас эта планка снизилась. Это на уровне 60. И идет тенденция на снижение, потому что идет серьезная обработка общественного мнения. А противодействовать этому довольно сложно, потому что, скажем, оппозиционные средства информации, они такой аудитории не имеют. И потом наше население, в общем-то, еще с советского периода привыкло доверять власти. А если власть говорит, что Россия нам не помогла во время войны, значит, так и было. Там же никто не углубляется, анализы же не делаются специальные данные. Просто люди слышают, доверяют. Но другое меня озаботило больше. Озабоченность у меня вызвала больше то, что я смотрел опросы в России, наши коллеги проводили, российские ученые, социологи. А там тоже отношение к России и к армии не меняется. А с чем это связано? Вот я не знаю. Видимо, и там какие-то группы есть, которые работают в этом направлении. Россия, она неоднородная же. Потом одно дело политическая власть, другие дело определенные круги. Там лоббистские есть круги, и западные, и турецкие, и азербайджанские, и лоббистские очень сильные, мощные круги есть, которые и отношение к средствам массовой информации имеют. Я, по крайней мере, о причинах так глубокий, так сказать, анализ делать я не могу. Но я могу фиксировать факт, что в России отношение к Армении тоже изменилось. Я смотрел, они делают индексы дружественности стран СНГ. Там Армения всегда была или на первом, или на втором после Белоруссии месте. Сейчас, последний, 22-й год, 23-й год, я смотрел индекс дружественности, они измеряют по всей России. Армения уже на пятом месте, не на втором. Она после Киргизии, после Казахстана, после Татчкистана, после Белоруссии. То есть у нас там тоже идет какое-то ухудшение отношения, так скажем. А вот российско-украинский конфликт, какое воздействие имел на Армению, на армянское общество? Вы знаете, если бы сказать, что какое-то очень сильное воздействие, нет. Потому что у нас вообще армяне, они как народ, ко всем народам были открыты, и со всеми народами очень хорошие отношения. Армения проживает в 120 странах мира, в том числе и на Украине, конечно, много армян. Но самая большая диаспора, конечно, российская. Это 2,5 миллиона. Поэтому у нас, чтобы сказать, что были какие-то антиамериканские, не знаю, антиевропейские, антифранкские, но никогда таких настроений. И антироссийских никогда не было. Да, и сейчас, собственно, нет. Но что касается отношений, когда две страны, к которым поэм населения относятся, как к дружественным странам, к обеим. Если между этими двумя странами идет война, кто-то прав, кто-то не прав, кто-то начал другое, так сказать, стимулировал. Это очень глубоко и долго разбираться, это дела политиков, политологов. А у народа отношение такое, что очень плохо, что идет война между ними. Чью-либо сторону принимать они не хотят и не могут, потому что, я говорю, и там есть родные люди, и здесь есть родные люди. Но отношение все-таки определенное есть, чем оно связано. Оно связано с тем, что, в принципе, народ считает, что вот когда закончится война на Украине, то внимание к Армении со стороны России увеличится. Они этого ждут, они этого хотят, потому что сейчас какой-то дефицит внимания к такой стране, скажем, как Армения, с ее проблемами на Карабахе, связанные с Карабахом, и с границей с Азербайджаном. Вот это ощущается. То есть, скорее, такое отношение, что хорошо бы поскорее эта война закончилась, чтобы мы могли здесь со своими проблемами вместе с Россией как-то разобраться. Вот такое ожидание, скорее. Вы также член Евразийского экспертного клуба. И интересно ваше мнение, вот Евразийский экономический союз. Во-первых, как относится армянское население к членству в этом союзе и вот в этом противостоянии Запада и России? Вот как вы видите перспективы развития этого союза? Да, сейчас я в сложный период. Почему? Потому что в самом начале 2015 год, когда Евразийский союз создавался, Армения присоединилась, отношение было очень хорошее, очень высокое. Там процент одобрения был на уровне 75% нашего населения и только наше. Там и Россия, и Казахстан, и Беларусь. То есть ожидания от Евразийского экономического союза очень высокие были. Может быть, именно потому, что несколько возвышенные, так сказать, ожидания были. Реальность, она медленнее развивалась, поэтому некое разочарование наступило. Я смотрел и следил опросы, которые проводились и в России, и в Беларуси, и в Казахстане, и в Армении, в связи с евразийской интеграционной политикой. И там тоже некоторое охлаждение населения заметно, потому что люди ожидали очень большего, но, видимо, в реальности, вот в их реальной жизни, они этого многого, этого большего не увидели. Поэтому некоторое охлаждение, конечно, произошло. Но вместе с тем, когда вы смотрите экономические показатели, вы видите, что Армения от этого просто выиграла. Потому что, ну, самый главный наш экспортер Россия, импорт из России самый большой, наш экономический оборот с Россией, и не только с Россией, но и со странами СНГ и Евразии, он колоссальный, он огромный. Там какая-то мизерная часть Европы и Евросоюза, и огромная часть Евразийским Союзом. А последние годы мы просто от того, что такая ситуация была в России, это военное положение, это мобилизация, это санкции, совершенно драконовские санкции, но они беспрезидентные санкции истории по отношению к России, они вынудили какую-то часть, активную экономическую часть населения России, они переехали и в Армению, и в Грузию, и в другие страны, вот эти, которых мы называем релакантами, потому что они не мигранты, они со своим бизнесом, со своими деньгами, средствами, некоторые с целыми офисами выезжали здесь, открыли бизнес, открыли офисы свои. То есть чисто экономически, нехорошо это говорить, но Армения от этого выиграла. Если сравнить приток капитала из России, там наши мигранты, ежегодно где-то миллиард 802 миллиарда перечисляли, 22-й год 5 миллиардов. Все это возросло благодаря, конечно, релакантам. Не случайно у нас ВВП в прошлом году, это 12,6%, это, наверное, самый высокий показатель в СНГ, и один из высочайших в Европе. То есть чисто экономически Армения безусловно выиграла от того, что она состоит в Евразийском экономическом союзе и будет продолжать выигрывать. Наши главные партнеры, они, конечно, в России, и самая большая диаспора тоже в России. Нас очень многое связывает. Но ощущение у населения несколько спало, потому что ожидания были высокие. И потом очень медленно разворачивается эта интеграция. Ну, а люди-то нетерпеливые, они хотят сразу сейчас и все сразу. Это понятно. Я сравнивал вот очень два больших интеграционных проекта есть на пространстве Евразии. Это Европейский союз и Евразийский экономический союз. Это две большие интеграционные системы. И они, конечно, конкурируют между собой. Причем конкуренция идет жесткая. Отплоть до того, что Европейский союз из поля притяжения России перетягивает к себе страны. Ну, там Прибалтика полностью уже ушла. Сейчас они пытаются Молдавию, Украину, Грузию. Да, и Армению частично. То есть идет очень жесткая такая конкуренция. Она не только экономическая, она уже и военная. И в этих условиях, я думаю, что для того, чтобы наш интеграционный союз Евразийский, он стоял и мог развиваться, здесь надо прикладывать совершенно новые усилия, новые идеи, новые идеологии, чтобы он стал более привлекательным для наших стран. Иначе вот это перебегание с одной орбиты на другую, оно будет происходить и в будущем. Георг Карамович, вот Вы уже сказали про вот два таких серьезных объединения на евразийском пространстве. А вот Армения, куда она движется в плане того, что, ну, учитывая все эти антироссийские заявления, некоторые прозападные, да, такие высказывания наших политиков, Вы также отметили, что иногда вот взгляды армянского общества и политической власти, они не совпадают. Вот сейчас в каком направлении Армения движется? Вы понимаете, прежде чем говорить о том, что сейчас давайте очень короткий экскурс сделаем в прошлое. Последние 20, ну, после развала Советского Союза, в принципе, все страны были, так скажем, направлены на объединение с Европой. Россия сама стремилась в Европейский Союз. В России говорили о том, что можно бы, так сказать, стать членом НАТО, общий такой союз создать, который безопасность на всем евразийском пространстве будет обеспечиваться. То есть эта тенденция, она была не только в Армении, она была у всех стран постсоветского периода. Некоторые страны так и сделали, они просто перескочили, так сказать, Европейский Союз. Но начиная с 2008 года, с известной мюнхенской речи Путина, Россия поняла, что они ее не ждут. В НАТО Россию не берут, хотя там речь вроде шла о совместных учениях, это все проводилось, и у нас это делалось, и сейчас еще делается. Но вдруг тут они поняли, что, в общем-то, их там особенно не ждут, а если их ждут, только в виде какого-то там сырьевого придатка третьестепенной страны. То есть и политики, и народы поняли, что в Европейский Союз не просто так можно вступить, а если даже вступишь, то ты не будешь, так сказать, на уровне равноправным с другими странами. Поэтому это многих оттолкнуло. Но тенденция, инерция еще осталась. Поэтому сейчас на полном ходу, так сказать, развернуть большой корабль, когда плывет, ему так нелегко, очень быстро маневрировать. То есть нужно какое-то время. Но это время, в принципе, уходит на то, чтобы осознать свою роль в этом новом глобальном мире, который сильно меняется. Это уже не однополярный мир, а он становится многополярным. И здесь таким странам, как Армения, очень трудно ориентироваться. Но понятно, что к какой-либо крупной интеграционной схеме надо присоединиться. Если мы будем продолжать говорить о том, что мы все-таки направлены на объединение с Европой и вхождение в НАТО, то должны, в общем-то, очень отчетливо для себя понять, что в том регионе, в котором находится Армения, это регион Южного Кавказа. Там представителем, так сказать, Европы и НАТО является Турция. И если мы стремимся в Европу, мы должны быть готовы, что попадем под, так сказать, Турцию. То, что произошло с Грузией, сейчас грузины, в общем-то, достаточно разочарованы. Они тоже на всех парадах стремились в Европу и в НАТО, но, в общем-то, оказались под турецкой экономической экспансией достаточно широкой, достаточно мощной. Я уже не говорю о том, что возможна и демографическая экспансия. То есть если Армения хочет, ну я так не думаю, но если наше руководство, так скажем, хочет, чтобы мы вышли из Евразийского союза, вышли из ОДКБ, вышли из СНГ и направились бы в Европу, они должны, я думаю, чтобы хватит, так сказать, зрелого достаточно представления и ума, чтобы здравого смысла, чтобы понять, что это значит просто попасть под турецкое влияние. А это та страна, которая совершила геноцид сто лет назад, и та страна, которая и сейчас очень по-вражески, абсолютно недружелюбно относится к Армении и к армянскому населению. Поэтому я думаю, что другой дороги нет и быть не может. Это Евразийский союз вместе с Россией и другими странами. Леонид Карамович, большое вам спасибо за интересное интервью. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова